Приобретая долгожданную квартиру, важно помнить, злоумышленники придумывают все новые схемы обмана. По данным Всероссийской базы объявлений по продаже недвижимости, за последние пять лет количество преступлений в этой сфере увеличилось почти на 20%. Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность с самого начала. Поэтому первый совет – проверяйте объявление. Приглядитесь к указанному адресу. Сверьтесь через поисковые сервисы в разделах «Панорама» или «Маршруты». Если дело идет к сделке, тщательно изучайте продавцов. Продавец, продавая объект недвижимости, должен быть правомочен совершать соответствующие сделки. Если продавец является супругом, то нужно получить согласие супругу в отсутствии брачного контракта. Также нужно убедиться, что продавец не находится в стадии банкротства и ему банкротство не грозит. Если вы приобретаете вторичное жилье, обратите внимание, использовался ли предыдущим хозяином при его покупке материнский капитал и была ли выделена доля ребенку. Если нет, вы рискуете остаться без квартиры. Это очень важно всегда, чтобы у детей была доля. Эта сделка всегда будет нотариальная. И второе важное условие уже после того, как детям выделили доли, чтобы при продаже дети обязательно получили взамен какое-то другое жилое имущество. Только при наличии этого разрешения, которое выдает орган опеки, смотря где ребенок прописан, вы можете произвести эту сделку. Чтобы избежать оспаривания сделки, осведомитесь о психическом здоровье продавца. Сейчас самая востребованная услуга при сделках в Москве и Северной столице – присутствие на сделке психиатра. Обратите внимание на прописанных в квартире. Проверьте, не было ли выписанных по судимости жильцов. Родственники зачастую выписывают их без согласия. Однако, погасив судимость, такие граждане могут восстановить свои права на проживание. И в конце концов, поговорите с соседями. Так вы точно узнаете много нового. Ольга Волкова, Николай Сидоров. События.